Статус резидентов свободного порта Владивосток уже получили 97 компаний. Они создали 285 рабочих мест, в перспективе 20 тысяч. Действующие резиденты вложили более 2,5 миллиардов рублей в инвестиции. В планах сумма в 128 миллиардов. На сегодняшний день еще не явно видны результаты кое-какие. Опять же, есть для этого объективная причина, связанная с тем, что первые резиденты появились максимум полгода назад. И на сегодняшний день как-то сформулировать какой-то отчет за прошедший период еще просто не представляется возможным. Я думаю, что первые реальные результаты появятся где-то к середине следующего года. Основные инвесторы свободного порта – из Китая, Японии и Южной Кореи. Депутаты предлагают уделить особое внимание приморскому бизнесу. Местные компании должны быть в приоритете. Самое главное, на мой взгляд, чтобы резидентами свободного порта Владивосток становились не только новые внешние компании, новые внешние инвесторы. Мы, конечно же, приветствуем и китайских предпринимателей, и корейских, и японских. Но основные льготы должны быть для представителей нашего приморского бизнеса. Своим резидентам свободный порт предлагает ряд привилегий. Сократили время проведения контрольных проверок и сроки получения разрешительной документации. Упрощен визовый режим и порядок возмещения НДС. Из цепочки контролеров ушли Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Влияние этих факторов на развитие свободного порта и приморского края парламентарии договорились обсудить уже в следующем году. Мы договорились о том, что в марте вернёмся к этому вопросу, когда будут цифры итоговую погоду. Любовь Картнослободцева, Александр Каноненко, Панорама.